Думаете, королева леса это Покахонтас или Белоснежка? Нет, настоящая королева белорусского леса это Екатерина Размыслович, лесничий Рузинского лесничества Пуховического лесхоза. Доброе утро, Екатерина! Доброе утро! С праздником вас! Спасибо большое! С праздником! Екатерина, расскажите, вообще женщины лесничьи у нас в стране это редкость или таких, как вы, много? Раньше это была довольно редкая профессия для лесного хозяйства, но с каждым годом прекрасный полк прибывает. Но это не может не радовать. Вот у вас вообще много коллег-женщин? Я скажу, что в нашем лесхозе у меня еще одна коллега из 11 лесничеств, еще одна женщина, остальные все мужчины. Мы знаем, что вы талантливая руководительница, и хочется спросить, кем легче руководить, мужчинами или женщинами? Я вам скажу, что я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мне кажется, если в коллективе стоит здоровая обстановка, атмосфера хорошая, то это не имеет значения, мужчина это или женщина. Правильно. Поэтому я считаю так. А расскажите вообще, с чего началась ваша профессиональная карьера? Когда пришлось сделать выбор профессии, лесное хозяйство, скажем так, набирало популярность у меня на родине, сама из Гродинской области. Скажем, лесное хозяйство, это было престижно у нас. Поэтому как-то и выбор пал, хотя в семье никого из лесников у меня не было. А, вот, вы первая? Я первая, да. Поэтому лесное хозяйство, скажем, привлекало меня с детства, постоянно в лесу, постоянно грибы, ягоды. Люди с детства, наверное, ходят по ягодам, по-кому, как говорится. Да, так что, а потом уже, когда по прибытию, уже по распределению в лесу, скажем так, еще огромное влияние, любовь к профессии, мне, конечно, привел бывший директор наш, Александр Васильевич Домненков, рассказал, какая наша профессия, вот, скажем, полюбила ее, так и осталась в лесу. Вот настоящий лесничий, он какой? Можно? Она какая. Да, она какая в нашем сегодняшнем случае. Ну, на сегодняшний день, я даже вам скажу, какая лесничая, просто человек. Человек, наверное, прежде всего быть человеком. Да, прежде всего так учили всех, да, быть людьми, если получается у тебя как-то что-то с людьми, находить общий язык. Даже не скажу, просто человек. Ну, а какие самые важные качества именно вот в этой профессии, как вы считаете? Так необычная профессия, на самом деле, лесничий. Конечно, необычная. Мы там привыкли, ну, какие-то самые стандартные там профессии. Ну, если так можно выразиться, да, в нашем понимании, например, ну, бухгалтеров много, ну, извините, поваров. Ну, это такие профессии, которые мы на слуху. А вот лесничий, ну, как я слышу, человек лесничий, а девушка лесничая, это как? Прежде всего, это любовь к природе, к лесу. Если ты это имеешь, то, наверное, тебе легко потом в этой профессии. Да, да, поэтому как-то так. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас людей в подчинении и гектаров леса? На сегодняшний день у меня в подчинении 27 человек. Летом будет больше, потому что на территории лесничества еще питомник расположен, придут сезонные рабочие, да. Вот, а площадь лесничества 8400 гектар. Вашим подчинением? Да. 8000 гектаров. Да. Вы лесная императрица. Лесная императрица. Можно и так сказать. Напоминает одну песню известную. Да. Расскажите, мы знаем, что у вас есть сын. Да. Он уже взрослый? В этом году девятый класс оканчивает. Вот стоит выбор профессии. Буквально недавно беседовали на эту тему. Сказал, мама, я люблю природу, но не до такой степени, как ты. Привлекает его сейчас нынешняя современная тоже направленность, это энергетика. Вот. Но когда маленький был, да, постоянно со мной, бывало на работе, даже участвовал в тушении пожаров, бывало, ликвидировали. Поэтому он знает, что это такое, поэтому, наверное, что-то его настораживает, пока еще не готов он быть лесником. Ничего себе. Опасная у вас еще профессия оказывается. Ну да, с одной стороны, опасная тоже. Но на самом деле, если я правильно понимаю, то вот у вас как раз-таки, когда вы начинали свою карьеру, у вас был еще совсем годовалый ребенок. То есть вы совмещали и материнство, и начало вот такой вот серьезной карьеры. Да. Потом родился второй ребенок, но я вообще совмещала. В декретном отпуске я не была, поэтому выросла, да, с бабушкой, а я была в лесу. Настоящая героиня у нас сегодня в гостях. А расскажите, вот с наступлением весны, какие чаще всего работы исполняются? Ой, весна для нас это очень, скажем там, горячая пора года. Во-первых, начинается пожароопасный период, когда снег сходит. Но основная наша задача – это посадка лесных культур, создание молодых лесов нашего будущего. Поэтому вот это наша главная цель. Скоро начнется посадка, будут проводиться акции «Неделя леса» наши знаменитые, когда будут приезжать у нас гости из Минска, и наши предприятия участвуют в этом. Вот планируется у меня в лесничестве около 50 гектар леса создать. Ого! А я в прошлом году участвовала в «Неделе леса» и посадила дубик. Так что приглашаю вас на акцию к нам. Важная акция, надо принять участие. Обязательно. Ну, знаете, действительно, сейчас наступила весна, тепло. Сезон шашлыков скоро? Да. Что бы хозяйка леса хотела сказать тем людям, кто собирается в лес на шашлыки? Хотела бы попросить быть аккуратными с огнем. Потому что людям тушить пожар – это очень сложно потом. Поэтому не жгите, обустраивайте правильно места отдыха и ведите себе прилично в лесу. Убирайте за собой мусор. Обязательно. Да. Как говорится, с чем приехали, с тем и уехали. Знаменитое правило лесничего. Да. Большое спасибо, что вы к нам пришли сегодня. Да. Мы хотим поздравить вас с этим праздником. Оставайтесь такой же красивой, лучезарной девушкой. Спасибо. Эд, святый вам. Спасибо. С праздником. Спасибо. Приходите еще, пожалуйста. Хорошо. В следующем году будем вас ждать. Спасибо. Ну, а я напомню, что у нас сегодня в гостях была Екатерина Размыслович, лесничий Рудинского лесничества Пуховического лесхоза. С 8 марта, с праздником. Спасибо. С праздником вас. Спасибо. Наше утро 8 марта продолжается. Впереди у нас еще много сюрпризов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова